МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА В эфире служба новостей Саров-24 в студии Анны Пилипет. Здравствуйте! Смотрите сегодня в выпуске. Купальный сезон открыт. Какие правила безопасного поведения на воде необходимо соблюдать? Первый документ в Саровской полиции провели торжественную церемонию вручения паспортов. Бесценный опыт. Заслуженные тренеры России провели мастер-класс для гимнасток и кара. Далее расскажем обо всем подробно. 50 саровчан обратились за помощью из-за укуса клещей в прошлом месяце. 15 из них дети, сообщает ведомство главного санитарного врача города. Клещи присасывались как на территории города, так и за его пределами, в основном на садовых участках. После укуса клеща, если он заражен возбудителем инфекционного заболевания, очень важно своевременно обратиться к врачу и начать профилактический прием медикаментов, чтобы не развилось тяжелое заболевание. В мае провели исследование 20 клещей. В шести случаях выявлена баррелия. Проверить клеща на наличие возбудителей клещевого энцефалита, клещевого баррелиоза, гранулоцитарного анаплазмоза и моноцитарного орлихиоза можно в лаборатории Центра гигиены и эпидемиологии номер 50 ФМБА России. Телефон для консультации 7-71-62. График работы лаборатории с 8 до 16 часов по будням. Жаркая солнечная погода наконец пришла в Саров. Столбики термометра за первый месяц лета поднимались до 27 градусов. Однако многие водоемы еще недостаточно прогрелись, предупреждают спасатели. С начала лета в области утонуло 10 человек, в том числе двое детей. Как провести жаркий день так, чтобы отдых не превратился в трагедию? Рекомендации спасателей МЧС в нашем следующем репортаже. Купальный сезон в Сарове уже официально открыт. Для отдыха сыровчан подготовили два пляжа – на протяжке и на пруду Боровом, в границах плавания, обозначенных бойками. Купаться за бойками и в других водоемах запрещено. Халатное отношение к правилам безопасного поведения на воде может привести к трагическим последствиям, предупреждают спасатели. Погодные условия, которые наблюдались в мае, в настоящее время вода еще не прогрелась для комфортной температуры, которая позволяет безопасно проводить свой отдых. Поэтому в настоящее время при нахождении в воде нужно проявлять предельную осторожность. Также призываем проводить свой отдых только на специально оборудованных для купания местах на пляжах, где осуществляют дежурство спасатели. В местах, разрешенных для купания, ежегодно проверяют дно, убирают посторонние предметы, одним словом, делают все, чтобы отдых горожан был максимально безопасен. Однако сами отдыхающие должны соблюдать несколько простых правил, которые сведут риски к минимуму. А именно, не заплывать за границы зоны купания, не подплывать к движущимся судам и лодкам, не нырять и не находиться долго под водой, не находиться подолгу в холодной воде. Ни в коем случае не купаться в состоянии алкогольного опьянения, так как в большинстве своем, в летний период, люди гибнут именно в состоянии алкогольного опьянения. Также призываем родителей ни в коем случае не оставлять своих детей одних у воды без присмотра во избежание возникновения трагических случаев. С начала лета на водоемах Нижегородской области погибло 10 человек, в том числе двое детей. Будьте осторожны. Глеб Никитин назначил нового министра культуры области. Об этом глава региона сообщил в своем телеграм-канале. Назалья Суханова последние два года была заместителем министра культуры Олега Берковича, который вступил в должность в 2020 году. По словам губернатора области Глеба Никитина, экс-министр из политики не уходит. Беркович продолжит курировать работу Минкульта и Минтуризма в должности замгубернатора. Другая важная информация в подборке коротких новостей. Центр поддержки предпринимательства приглашает самозанятых граждан и индивидуальных предпринимателей на проект «Займись делом». Участие бесплатное в программе, консультации по любым вопросам предпринимательской деятельности, бизнес-игра и семинар от торгово-промышленной палаты Нижегородской области по мерам поддержки самозанятых граждан. По итогам проекта определяют трех победителей, которые получат поддержку в продвижении от Министерства промышленности, торговли и предпринимательства региона. Зарегистрироваться можно до 23 июня. Подробности по телефону 9-92-65-9-92-64. Ситуация с ковидом в городе стабилизировалась, и ПИД-обстановка стала спокойной. Межрегиональное управление номер 50 ФМБА России выпустило отчет за май. В прошлом месяце зарегистрирован 121 случай ковид-19, в том числе среди них 5 детей. Летальных исходов не было. Продолжалась вакцинация населения. В городе привито против новой коронавирусной инфекции почти 42 тысячи человек. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года выросла заболеваемость ветряной оспой и микроспорией. Снизилась заболеваемость острыми респираторно-вирусными заболеваниями, вне больничными пневмониями, острыми кишечными инфекциями. Зарегистрировано три случая заболевания с альмонеллезом, в том числе у одного ребенка. Эндопротезирование сустава высокоэффективный, а зачастую и единственный вариант восстановления функции сустава. Каждый сыровчанин, которому необходим этот метод лечения, может пройти его по полису ОМС на базе 2-го хирургического отделения клинической больницы. 7 лет успешной практики сотни прооперированных пациентов. В 2015 году КБ-50 стала первым медицинским учреждением в регионе, расположенном не в крупном областном центре, где стали проводить эндопротезирование тазобедренного сустава. Каждый сыровчанин, которому необходим этот метод лечения, может пройти его по полису ОМС на базе 2-го хирургического отделения клинической больницы. Эндопротезирование – это достаточно трудоемкая, непростая операция. Пациенты, которым показана эта операция с такими заболеваниями, как коксартроз. Коксартрозы бывают посттравматические, диспластические. Это, так сказать, в процессе приобретения заболевания. Когда посттравматические, при переломах шейки бедра, допустим, происходит плохое срастание или несрастание этого перелома шейки бедра, получается сложный сустав, вот таким пациентам показаны такие операции. Когда другие методы лечения не помогают, только замена тазобедренного сустава может спасти человека от инвалидности. Травматолог-ортопед подбирает имплант с учетом возраста и индивидуальных особенностей пациента. После операции врач назначает курс реабилитации, который направлен на повышение и укрепление мышечного тонуса, восстановление движения в области эндопротезирования. Пациент остается на амбулаторном наблюдении до полного выздоровления. Операция просто удачна, и все хорошо. Сейчас я уже хорошо хожу, более-менее, надеюсь, через пару недель я от них избавлюсь. Врач знает свое дело, апеллировал, все хорошо. Конференции, семинары, курсы повышения квалификации. Врачи-травматологи-ортопеды КБ-50 постоянно совершенствуют знания и навыки в области эндопротезирования тазобедренного сустава. Они стремятся продолжать развивать это направление на базе клинической больницы, чтобы как можно больше пациентов смогли быстрее вернуться к полноценной жизни. Есть возраст 70-80-90 лет. Мы устанавливали эндопротезы, ставили людям, которым 95 лет и около 100 лет, и они уходили на своих ногах. Особенно вот этим пациентам в пожилом возрасте, когда происходит перелом шейки бедра. Каждый понедельник в первой поликлинике заведующий хирургическим отделением номер 2 врач-травматолог-ортопед Александр Ковалдов ведет прием пациентов с целью отбора на эндопротезирование тазобедренного сустава и артероскопию. Записаться можно на портале пациента в регистратуре первой поликлиники по телефону Единой справочной службы 95511. В Саровской полиции провели торжественную церемонию вручения первого документа паспорта юным гражданам России. Мероприятие прошло в музее МВД при участии городской администрации и ядерного центра. В честь праздника Дня России юным жителям города повезло получить свой первый паспорт гражданин Российской Федерации в торжественной обстановке. С напутственными словами к ребятам обратились сотрудники полиции, представители администрации и ядерного центра. Первое, что сейчас у вас есть задача, это хорошо учиться, закончить школу, поступить в ВУЗ, окончить ВУЗ отличием и применить себя в той ином сфере, которую вы сами себе пожелаете. У вас появляются права с получением этого документа, ну и как правильно сегодня уже Андрей Анатольевич сказал, появляются и обязанности. И об этом не надо забывать вообще по жизни, что прав больше всегда у того, у кого больше обязанностей. И вот в этом голове всегда держите и всегда на это опирайтесь. Торжественное мероприятие прошло в музее МВД. Помимо первого документа, 14-летние граждане получили Конституцию Российской Федерации. Ощущение, как будто я вступил в новый этап в своей жизни. Открылась масса новых возможностей, да, появились обязанности, но я, как настоящий гражданин своей Российской Федерации, буду соблюдать их, чтить закон и жить по нему. Также каждый подросток получил памятные подарки от администрации Ерфятсвнеев. Светлана Ярунова, Константин Островский, Александр Мальков. Служба новостей Саров, 24. Спортивную школу ИКАР посетили ведущие тренеры страны по художественной гимнастике Екатерина Сиротина и Ольга Царева. Для саровских гимнасток тренеры провели двухчасовой спортивный мастер-класс и раздали автографы. Екатерина Сиротина. Ведущие и заслуженные тренеры России по художественной гимнастике посетили Саров. Екатерина Сиротина, старший тренер юниорского состава сборной команды России, хореограф-постановщик и Ольга Царева провели для спортсменок спортивной школы ИКАР мастер-класс. Ради встречи с профессионалами в наш город приехали также преподаватели и гимнастки из Арзамаса. Что вы ожидаете от этого мастер-класса? Какие-то положительные эмоции, что будет очень классно. Мы хотим научиться чему-то новому, узнать, чтобы подработать свои упражнения и делать их сложнее и лучше. Я хочу научиться чему-то новому, изучить что-нибудь новенькое и попробовать. Я бы хотела научиться некоторым элементам, а также работать с предметом. Перед мастер-классом Екатерина Сиротина побеседовала с девочками о спорте и важности разминки в художественной гимнастике. Поэтому в самой двухчасовой тренировке большое место было отведено разогревающим упражнениям на стопы и ноги. Новым элементам и техникам учились не только юные спортсменки, но и их преподаватели. Например, некоторые педагоги записывали ценные рекомендации Екатерины Сиротиной в тетрадь по ходу тренировки. Сейчас мы делаем компоненты. У нас, два, три, четыре. Да, потом соединяем пять, шесть, семь. В завершении тренировки Екатерина Сиротина и Ольга Царева раздали автографы юным гимнасткам и получили памятные подарки о посещении Сарова от спортивной школы ИКАР. Светлана Юрунова, Константин Островский, Александр Мальков, Служба новостей Саров, 24. Темные, светлые, чистые и с натуральными добавками. На любой вкус и ото всех недугов. Десятки сортов меда свежего урожая вы найдете в торговом центре «Галактика». С 16 по 19 июня там проходит медовая феерия. Укрепить иммунитет и повысить защитные силы организма поможет мед. Качество меда с пасеки пчеловодов Михайловых высоко оценили во многих городах России, в том числе и в Сарове. Побывав на медовой феерии один раз, горожане возвращаются за любимым лакомством снова и снова. Саровчан уже ждет мед нового урожая 2022 года. Если хранить продукт пчеловодства правильно, то он не потеряет свои лечебные и вкусовые свойства на протяжении длительного времени. Есть мед можно ежедневно в небольших количествах. Перед едой за 15-20 минут чайную ложку. В течение дня до 100 грамм можно употреблять. Это полезно для здоровья. Еще в советский ГОСТ температура хранения меда 18 градусов и в темном месте, то есть не на свету. Каждый сорт обладает уникальными свойствами. Мед акация гипоаллергенен. Его можно как взрослым, так и детям. Мед с дягеля и прополисный мед улучшают работу желудочно-кишечного тракта. Хвойный и каштановый помогают работе сердечно-сосудистой системы. Дониковый мед благотворно влияет на нервную систему. Гречишный богат железом и повышает гемоглобин. Также на медовой феерии вы можете найти майский, цветочный, липовый и высокогорный мед. А мед диких пчел содержит много витаминов и антиоксидантов. Предложат вам и продукты пчеловодства. Пыльцу, маточное молоко, настойку прополиса на воде и пергу. Она помогает для поднятия иммунитета и восстановления силы. Если кормить пергой, она съедет 2000 личинок в сутки. Вкусное предложение для сладкоежек – натуральные конфитюры из северных ягод. Это полезное лакомство станет лучшим дополнением к любому чаепитию. Не пропустите, медовая феерия работает в торговом центре «Галактика» с 16 по 19 июня с 10 до 18.00. Нет возможности прийти – доставим. Телефон – плюс семь девятьсот двадцать семь ноль шестьдесят четыре тринадцать девяносто. И это все, о чем мы успели рассказать сегодня. Следите за новостями города в группах канала 16, в социальных сетях ВКонтакте и Одноклассники. Там же вы найдете все информационные выпуски и авторские программы. В студии работала Анна Пилипец. Всего вам доброго и хороших вам новостей!